В Екатеринбурге в переулке Широком под стенами четвертого дома приключилась очередная чисто дамская разборка. Автопилотка Елена, счастливая обладательница красной мелколитражки Део Матиз, до Сотряса, до Фингала под глазом и потери молока избила пешеходку Дарью, еще более счастливую обладательницу коляски, в которой ехал ее грудной сынулька-роднулька. Апофеозом дамского конфликта стало то, что пилотка Матиза подделала пешую мамочку на капот своего мелколитражика и провезла пару сотен метров. Я хотела зафиксировать номер ее машины и правильно сделала, потому что она все-таки скрылась с места преступления. Когда я пыталась разблокировать телефон, она нажала на педаль газа, тем самым она меня покинула на свой капот и протащила где-то 200-250 метров. Причем люди кричали ей на улице, что ты делаешь. И один мужчина, пока не открыл ей дверь, ее, да, и буквально не остановил ее, она ехала и увеличивала скорость. После чего, когда ее остановил мужчина, я упала, я держалась с последних сил, я кричала на всю улицу. Люди вокруг сбежали, все были просто в шоке от увиденной картины. На этой неделе мы уже рассказывали о похожем междамском конфликте в саду Горняк, что на Чусовском тракте, где хозяйка дома Татьяна увидела, как под ее окном присела собачка. Попросила ее хозяйку Елену, гулявшую с ребенком в коляске и мужем, убрать за животным экскременты. Завязался конфликт. В итоге садоводка Татьяна села на Хюндай и вроде бы как спецом наехала на женщину с коляской и завалила ее на дорогу до синяков на коленках и локте. Потом, правда, еще дрались мужья этих дам, одного из них тибетский мастиф укусил в плечо, впрочем, об этом мы очень подробно рассказывали. В переулке широком было похоже, только без мужей. Дама с коляской, дама на машине. Да что такое по весне с женщинами-то в русских селениях? Декорация такая. Молодая мамочка Дарья шла домой через парковку. Тротуары были завалены снегом, потому Елена пошла по левому краю проезда. В это время на парковку заехал красный матиз и шоркнул и мамочку, и коляску. Ну, просто неумелая пилотка Елена не смогла заехать без шорк-контакта. Дарья ударила по стеклу, типа, что ты творишь? Елена выскочила и, давая ее без разговоров, метелить по голове. Тут подлетел некий мужчина, разнял дамочек, вроде все успокоились, но уступившая в рукопашном бою молодая мамочка Дарья на свою беду пнула по колесу матиза и битва возобновилась. Дарье показалось, что Елена – настоящая боксерка. Снимается каким-то видом боевого искусства, потому что у нее поставлен удар, она вылетела на меня, наскочила и начала бить по голове целенаправленно, также по коленям, по ногам. Я просто ничего не смогла сделать. И вытянула руку, чтобы она не смогла как-то ближе подобраться к коляске и, ну вот, как-то закрывала свое лицо. Завершилась эта банальная драка тем, что Дарья встала перед матизом, чтобы не дать ему уехать и заснять на мобилу госномер, а Елена ее поддела на капот и повезла 200 метров, создавая реальную угрозу Дарьиной жизни. Тот скажет, да тю, матиз такая кроха, что человека не обидит. Ну, вроде так, но оказаться под его колесами едва ли кто-то захочет. Да и уводка Елена с места битвы скрылась, но через 40 минут вернулась, ну, видимо, с кем-то проконсультировалась. Приехавшие на место гаишники заявили, что Дарья с коляской нарушила, так как шла по проезжей части. Молодая мамочка поехала в больницу, и ей надиагностировали сотряс мозга и синяки. Но что хуже, после драки на ровном месте Дарья лишилась молока, что для иммунитета грудного ребенка плохо, но не смертельно. И теперь она проходит курс лечения у невролога. Автопилотка Елена, в свою очередь, написала заяву в полицию по поводу порчи машины. Ну, типа, появились вмятина, царапины. Полицейские, по ее словам, оформили конфликт как ДТП. Состава преступления в действиях драчуни Елены не нашли, уголовного дела не будет. А Дарья-то с сотрясом и без молока. А состава-то не нашли. Может, это было не ДТП, а избиение человека? Понятно, что такие расклады не устроили Дарью, и она написала заяву в полицию и прокуратуру. Ну, пока, видимо, разбираются. Ей не сообщают. А если кому интересно, почему пилотка Елена повела себя так агрессивно, так на то есть интервью с ней. Цитирую по Е1. Я затормозила, объехала ее, а она взяла и ударила мою машину. Сказала, что я собака женского рода, что у меня ведро, а не машина. После этого и завязался конфликт. Я, сидя за рулем, слышала оскорбление. Ну и плохое настроение еще сыграло свою роль. Все так защищают эту женщину с коляской. Но почему-то она не подумала, когда стала со мной разбираться, что оставила ребенка на проезжей части. И зачем вообще бить машину? Если бы там вместо меня был 90-килограммовый амбал с нарушенной психикой, последствия были бы другими. Вы сожалеете о том, что произошло? Мне неприятно, что я себя так повела. Все эти поездки на капоте, это было, конечно, лишнее. Ну и бить, это последнее дело. Просто так получилось. И я не позволю человеку, который меня оскорбляет, остаться безнаказанным. Конец цитаты. Ну и в качестве резюме. Вот идет Великий пост. Страна в массе своей крещеная, православная. Подумайте, зачем делать то, за что будет потом стыдно. Зачем говорить то, за что потом будешь извиняться. Следите за своим внутренним духовным состоянием хотя бы те, кто способен еще воспринимать такую информацию.